Поздравление, слова благодарности, награждение почетными грамотами и письмами. Глава муниципалитета Андрей Иванов в преддверии Дня города отметил лучших работников из разных сфер деятельности и заслуженных жителей Звенигорода. Работники предприятий, социальных учреждений, ветераны, педагоги, представители общественных организаций. Все они причастны к развитию города. В разных сферах за последний год произошли значительные изменения. Есть, конечно, и небольшие локальные изменения, которые также влияют на жизнь в городе. В прошлом году офис врача общей практики появился на улице Игнатьевская. Событие вроде бы скромное, но для местных жителей его значение предоценить невозможно. По программе губернатора Московской области Андреевича Воробьева построено шесть новых детских игровых комплексов во дворах. Качественных, больших и ярких. В этот день в культурном центре имени Любови Орловой прошла презентация книги «Звенигородские истории». Она посвящена истории старинных районов города и культурным зданиям. Об этом рассказал автор произведения Дмитрий Седов. В этой книге открыта богатая история домовладельцев, богатая история жизни каждого этого дома. Пока сделана небольшая работа, только часть города взята в объем. Но надеемся, что эта работа по изучению домов «Звенигород» будет продолжена. И эта книга даст стимул к тому, чтобы жители города поучаствовали в сотрудничестве с авторами. И сегодня культурная общественность и жители Одинцовского городского округа выражают слава благодарности Дмитрию Александровичу Седову за глубокий научный труд, основанный на документальных архивных справках, фотографиях. Работа, которая поможет не только нам в наше время, но и нашим потомкам сохранить древнюю историю города Звенигорода. Шаг за шагом качество жизни в городе меняется в лучшую сторону, отметил Андрей Иванов. К торжественным поздравлениям присоединились и депутаты-единороссы. Мы умеем и можем вместе сделать самое лучшее и надежное здесь, в Звенигороде. Поэтому это одна теперь большая семья. С праздником вас! Жители тоже замечают изменения и выразили свои слова благодарности. Хочу сказать, что очень многое изменилось в нашем городе. Действительно он стал краше, действительно он стал комфортнее. Ну и я понимаю, что объединение двух территорий нам послужило только плюсом. В этом году Звенигороду исполнилось 870 лет. Работа по улучшению исторического и культурного центра продолжается. В будущем город ждут новые преобразования и проекты. Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.